МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также предусмотрено соблюдение дистанции 1,5-2 метра, которая рекомендована Роспотребнадзором на избирательных участках. Из этого будет и оборудование участка предусмотрено, и избирателей также мы просим продерживаться этой дистанции. На участках также будут, как и в прошлом году, определены маршруты движения на территории, в помещении, таким образом, чтобы исключить пересечение потоков. В округе будет открыт 171 избирательный участок. В зависимости от числа избирателей в участковой комиссии задействовано от 4 до 12 человек. На выборах также будут присутствовать наблюдатели, работать с системой видеонаблюдения, а за безопасность отвечают сотрудники полиции. Каждый избиратель получит по 4 бюллетеня, по 2 для голосования на выборах в Государственную и Областную Думы. Отдать свой голос за кандидатов можно будет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Комиссии к этому готовы. Напомню, что в прошлом году у нас проходило голосование по конституции, вообще 7 дней было. Это было очень тяжело для комиссии, все были очень уставшие после этого, пока марафона, можно сказать, 7-дневного. Сейчас 3 дня, конечно, уже проще. Но это опять обусловлено теми же причинами, необходимостью исключить скопление большого числа избирателей одновременно на избирательном участке, для того, чтобы не допустить распространение вируса. Для удобства и чистоты подсчета голосов большинство участков, 142, оборудованы КАИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, все 3 дня проголосовать можно будет и на дому. Для этого необходимо до 14.00 19 сентября подать заявление на портале госуслуг или на своем избирательном участке. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.